Судьбоносная реновация в городе Сунжа. Там прокладывают новые трубы в районе новостроек. Более 300 метров сетей позволят забыть жителям о перебоях с подачей воды. Мадина Пугоева расскажет. Холодная вода словно источник сил и бодрости для тех, кто трудится под прямыми солнечными лучами. О том, чтобы вот так легко и просто набрать воду из-под крана, здесь мечтали больше пяти лет. Долгожданную живительную влагу местным жителям подарили в самый разгар лета. В один из визитов заместителя полпреда президента страны ВСКФО, жители нового микрорайона в Сунже, обратились с просьбой провести водопровод. Глава Ингушетии, в свою очередь, дал поручение местным властям закрыть вопрос водоснабжения в новостройках. В ответ на это сотрудники городской администрации приняли ряд мер для решения этого вопроса. Есть спонсор, который нам извил желание помочь по данному участку. Если посмотреть, то есть там целая схема действий. То есть нужно составить смету, нужно составить техническое задание, все это выставить на тендер, найти подрядчик. То есть это целая работа. Соответственно, люди, пока мы эту работу начали, появился у нас спонсор, который извил желание помочь людям. Средства изыскали, рабочих наняли. С поставленной задачей представители водоканала справились буквально за 4 дня. Сначала вырыли траншеи, сделали так называемую подушку из песка для полиэтиленовых труб и уже приступили к завершению работ. В отличие от металлических водопроводных сетей, эти и прослужат дольше и справятся со своей задачей лучше, уверены работники водоканала. Это хват, это 75 диаметр трубы. Он заканчивается труба, уже там конец трубы, постоянно давление у них будет. Тут промежуток небольшой, 320 метров, небольшой промежуток, это хватает, достаточно для двухэтажного, трехэтажного даже дома. Воду по новым трубам уже пустили. Прежде чем траншеи будут зарыты обратно, местные жители решили провести коммуникацию к себе в дом. Алихан Амирханов, к примеру, в этом году уже завершает строительство дома. Поселиться в нем он сможет в ближайшее время. Конечно, без воды было очень тяжко, потому что после советной работы, когда производились, проходило где-то нанимать водовозки, где-то как-то перебиваться, подключать через соседи шланги, чтобы была вода. Это было нелегко на самом деле. 320 метров новой водопроводной сети. Для жителей третьего переулка Зеленого это долгожданный и самый приятный подарок. Впрочем, вопрос с водоснабжением по республике в целом тоже будет решен очень скоро. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.